МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «12 новости республики» на телеканале «Регион-12». Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru в студии Екатерина Роман. Гарнизонный развод полицейских подразделений МВД состоялся сегодня на площади Ленина в Ешкар-Але. Гарнизонный развод – это открытый общий инструктаж полицейских нарядов, заступающих на службу по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности города. Кроме полицейских, в разводе участвовали сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий и представители народных дружин. Отмечу, что только в дни майских праздников в обеспечении безопасности во время проведения массовых акций задействованы более полутора тысяч сотрудников полиции, трехсот народных дружинников и сотрудников охранных предприятий. По данным МВД, основные силы сосредоточены в Ешкар-Але при проведении торжественного митинга у монумента воинской славы, парады Ишкар-Алинского гарнизона, концерты в Центральном парке культуры и отдыха и праздничного салюта. Готовность нарядов к несению службы проверили временно исполняющие обязанности главы республики Александр Евстифеев и министр внутренних дел Поморел, генерал-майор полиции Виктор Косарев. Александр Евстифеев поздравил сотрудников с наступающим праздником Днем Победы и пожелал всем успехов в службе на благо Отечества. В торжественной обстановке лучшим сотрудникам полиции Росгвардии, МЧС Поморел и Кадетам были вручены правительственные и ведомственные награды. Завершился гарнизонный развод торжественным маршем парадных колонн различных подразделений и прохождением служебной техники. По всем нарушениям законодательства граждане могут обращаться в полицию по телефону 02 с мобильного 102 или на телефон доверия 68 00 00. В выходные и праздничные дни на дорогах республики вновь будет увеличено число нарядов ДПС. Выявление пьяных за рулем – одна из основных задач по поддержанию безопасности на дорогах. Около 80 нетрезвых автомобилистов задержали сотрудники ГИБДД с 28 апреля по 2 мая. Причем среди пьяных за рулем были и несколько женщин. При том, что традиционно этот вид нарушений в основном мужской. Среди нетрезвых водителей также немало водителей мопедов и скутеров. Кстати, регулярные сплошные проверки и общественное внимание к проблеме пьяных за рулем дает первые результаты. Например, по итогам прошлого года аварий с участием нетрезвых водителей сократилось на треть. Однако пока еще рано говорить о том, что проблема решена. Ежегодно в республике выявляется более 3,5 тысяч фактов управления автотранспортом пьяными водителями. И это только официальные данные под тем, кто попался. Напомню, что тактика сплошных проверок предполагает остановку сотрудниками госавтоинспекции любого автомобиля на определенном участке дороги. В том случае, если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспектором странным, ему предлагается пройти проверку. Если водитель не вызывает подозрений, то ему разрешается продолжить движение. В ГИБДД призывают всех жителей республики, если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть МВД. Начало мая. Период роста числа краж от угона велосипедов и воровства из садовых домиков до угона авто. Как защитить свое имущество быстро, эффективно и не тратя на это больших денег. Казалось бы, что может быть приятнее покупки автомобиля для тех, кто не представляет себя в числе пешеходов? Приятно знать, что подойдя к месту парковки своего авто с утра, обнаружишь его на том же самом месте, где оставил, и в полной сохранности всей начинки своего железного помощника. Поэтому, купив машину, первое, что приходит в голову любому здравомыслящему автовладельцу, это как защитить такую покупку от злоумышленников. Поставил сигнализацию Starline, очень доволен, все работает четко. Штатная сигнализация. Сигнализация. Ну и оставляю ночью в дворе, не оставляю. На стоянке только. Ну, это сигнализация, естественно. Я установил сигнализацию Starline, очень нравится, работает замечательно. Установил сигнализацию, все хорошо. Как статистика говорит сама за себя, угоны и кражи из авто составляют немалый процент от общего числа преступлений, совершаемых в МРИЭЛ. Так только за минувший год в республике было зарегистрировано более ста случаев краж и угона автотранспорта. Впрочем, и статистика этого года демонстрирует, думать о сохранности своего авто – это не блажь, а реальная необходимость. Из слов специалистов о установке охранной сигнализации, очень часто водители приходят в мастерскую, интересуясь только вопросом выбора марки сигнализации, забывая, что в первую очередь внимание нужно обращать на функциональные преимущества самого охранного комплекса. Это современная сигнализация с диалогом кодом, легкое управление охранного автомобиля при помощи брелка, смартфона, планшета, умных часов или экрана компьютера. Умный автозапуск, зимой тепло, летом прохладно. Имеют функции умной диагностики, распознание ошибок автомобиля и сообщения о них в случае появления на телефон владельца. При установке охранно-телематических комплексов страна экономят до 50% на КАСКО по риску угон хищения страховых компаний. Нужно помнить, что сигнализация должна обеспечивать оповещение, сервис и удаленный мониторинг авто. Большинство автовладельцев уже давно сделали для себя выбор установки охранных комплексов только в официальных дилерских центрах. Ведь только здесь специалисты могут предложить и гарантию, и незамедлительный сервис на всей территории России. Это не просто слова. В федеральной сети участвуют профессионалы и специалисты, имеющие большой опыт по защите автомобилей от угона. Так, сейчас сеть Starline – это центры защиты от угона в 25 городах России. Появилось официальное представительство Starline и Вишкороле, оказывающее полный комплекс установки охранных систем на все типы автомобилей. Сигнализация имеет бесплатный мониторинг для отслеживания автомобиля. Автозапуск без размещения второго ключа в автомобиле. Возможность авторизации владельца при помощи смартфона. Но в любом случае защита автомобиля должна быть комплексной. Комплексная защита включает в себя установку электронно-механической защиты капота. Систему авторизации владельца при помощи метки. Автономный GPS ГЛОНАСС поисковых маяков. Starline сегодня – это лидер автомобильного охранного оборудования в России. Об этом свидетельствуют и цифры. Более 5 миллионов российских автолюбителей уже выбрали для себя Starline. Официальный центр Starline в Ишкар-Али оборудован самыми современными техническими средствами, позволяющими работать с любыми марками автомобилей, в том числе только появившимися на рынке. Не стоит забывать, что качество требует времени. Вдумчивый монтаж оборудования Starline сильно отличается от потокового монтажа, который совершается в гаражных мастерских, где установить сигнализацию предлагают за несколько часов. Как правило, время установки сигнализации профессионалами занимает один день, ведь нужно не только качественно установить сигнализацию, но проверить и аккуратно собрать автомобиль. Ознакомиться с самыми последними новинками и получить консультацию по подбору охранного комплекса, необходимого для защиты от угона машины в Ишкар-Але, можно по адресу. Машиностроители 79А. Справка по телефону 39 66 10. Акции по посадке деревьев становятся модной экологической тенденцией. Все чаще такая инициатива исходит не сверху, а от жителей определенного дома или района. Поддержать благое дело решили новоселы поселка Шаядур, который буквально за несколько лет вырос в чистом поле близ Ишкар-Алы. Идея внести свою лепту в обустройство и озеленение территории пришла активисту Шаядура Родиону Нигматулину. Мы их поддерживаем, нашего друга и товарища депутата Госдумы Кидиава Виктора Борисовича, который непосредственно нам очень активно и хорошо помогает во всем. Причем в первую очередь нам, конечно, он, вот могу показать, в октябре месяце 16-го года сделал нам дорогу до водозабора, которая была просто неподъездной пути, и мы в случае во время ситуации не могли подъехать. Благодаря ему мы также поддерживаем акции и его единую партию. Вдоль дороги, которая проходит у Шаядура, местные жители высадили более 4,5 тысяч елей и берез. За посаженными своими руками деревцами шаядурцы намерены заботливо ухаживать. Отмечу, что жители нового поселка не только во многом сами обустраивают окрестную территорию, но и проводят общие праздники, в которых принимают участие целыми семьями. За педагогические труды, старания, победы и признание методики обучения в Вишкороле завершился республиканский этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года и воспитатель года-2017». Помимо традиционных открытых уроков и мастер-классов, педагоги демонстрировали свое мастерство в проведении педагогического совета, презентации образовательного проекта и не только. Всего в этом году в конкурсе участвовали 46 педагогов республики. В итоге почетное звание «Учитель года» присудили Татьяне Пахмутовой, учителю математики, алгебры и геометрии Вишкоролинского лицея номер 11 имени Александровой. Педагогический стаж учителя, 26 лет. На методическом семинаре я представляла работу, в которой рассказала, как учитель, стажист, работающий всю жизнь по стандартным программам, может перейти на новые государственные стандарты. Каким образом это можно осуществить и чем отличается современный урок математики от урока математики, который мне преподавал мой учитель. Что осталось традиционным? Это любить детей. Это стараться сформировать из них цельную личность, целостную личность. Ну и во-вторых, конечно, применение современных образовательных технологий, применение определенных форм работы. Например, мне очень нравится групповая работа. Ну а звание «Воспитатель года» была удостоена Светлана Федерникова, педагог детского сада номер 28 города Ворск. Она уже много лет поддерживает не только инициативу, но и самостоятельность у своих воспитанников, при этом активно использует дидактические игры. Победители представят свои методики осенью этого года на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Отмечу, что цель подобных состязаний очевидна – поддержка творчески работающих учителей-воспитателей, повышение престижа и статуса профессии педагог. Более 8 тысяч первоклассников республики сядут за парты в этом году. У родителей будущих школьников сейчас самый волнительный период. Возьмут ли в желаемую школу и удастся ли попасть в класс к сильному педагогу? Но так ли нужно стремиться попасть в популярные школы в начальном звене? Подробности в нашем материале. Высокие баллы ЕГЭ у выпускников, большой процент олимпиадников, – хорошая материальная база. Вот основные критерии, которыми руководствуются родители при выборе школы для своего ребенка. Однако, вот уже несколько лет подряд, решающее значение при зачислении ребенка в первый класс имеет прописка. И неважно, нравится родителям школа, которая приписана к их району, или нет. Наша семья проживает на улице Панфилова, и по прописке мы относимся к школе номер 13. Мы с мужем посетили данную школу. В общем, нас эта школа вообще не устраивает, ни место расположения школы. Хотелось бы, конечно, чтобы ребенок учился где-то ближе к центру. У школ есть хорошие результаты образовательные. Дети участвуют в различных олимпиадах. Школы показывают хорошие результаты по сдаче ЕГЭ. Процент поступаемости в ВУЗы там тоже гораздо выше, чем в предлагаемой нам школе. Поэтому на данный момент мы рассматриваем разные варианты, один из которых является смена прописки для ребенка. Для того, чтобы прописаться поближе к нужной школе, родители ищут родственников, друзей, знакомых. И даже прописываются за деньги. Максимальная сумма, которую нам озвучили неофициально, доходила до 60 тысяч рублей. Да, мы знаем, что иногда специально прописываются ближе к школам, куда хотят попасть. Но здесь образовательная организация ничего не может поделать. И она обязана принять ребенка, если там есть место. Единственная причина, которой ребенок отказан может быть образовательной организацией, что ребенок не... Ну, в смысле, родителям может быть отказан, что места закончились. Во многих школах основной набор детей уже завершен. Хотя документы официально принимают от родителей до 30 июня, в наиболее востребованных образовательных учреждениях классы уже сформированы. Традиционно нет отбоя от первоклассников в 4-й школе Ишкаралы, 28-й и 11-й. В не менее популярные 8-ю и 18-ю берут детей по результатам анкетирования. И здесь прописка роли не играет. Всего школ, куда зачисляют детей не по прописке, по всей республике 39. В основном там ориентированы на углубленное изучение предметов старшеклассниками. И если есть желание дать фундаментальные знания ребенку, то лучше это сделать в средней или старшей школе, говорят специалисты. А вот подготовка в начальных классах везде одинаковая, утверждают в Министерстве образования. Какие-то рейтинги, понятно, что у нас есть. Рейтинги лучших школ России. Но это старшеклассники в основном показывают такие результаты. А начальная эта школа у нас вообще везде хорошая. Вот я не могу выделить даже школу, где бы начальная школа отличалась. Она сильная у нас. Вот первый срез, который в прошлом году был, показал такое, что у нас вообще-то школы мало отличаются друг от друга по знаниям в начальной школе. Потому что программы-то у нас одинаковые, ФГОС-то одинаковые. Тут нет никакого профиля, нет углубленного изучения. Всего за парты первый раз в этом году сядут около 8 тысяч юных жителей республики. И специалисты рекомендуют все же не тратить силы и средства на получение заветной прописки, а выбирать школу ближе к дому и обращать внимание прежде всего на учителя. Информационная программа «12 новости республики» на телеканале «Регион 12» продолжается. Выпуски Морел ТВ смотрите по будням в 6.30 утра. В студии была Екатерина Роман. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok